Давайте мое любимое занятие и ваше ненавистное, когда я это делаю, мне почему-то кажется, что вам это не нравится. Я помню, была маленькая, а все даже с детства приручали к труду посуду мыть, там все это делать. И в общем, жили мы в деревне, еще перед той деревней, в которую мы в более лучшую по типу переехали, да, вообще глухой, там 4 улицы было, или даже как, оно, да, получается верхняя, центральная, это как бы по над дорогой и нижняя, для голову давит и все, и шпыль-то. Короче говоря, мне тогда, вот мы переехали, я как раз нулевой класс там отходила, в первый класс я уже пошла в новой деревне, в новой школе. Это значит, мне было 6 лет до переезда, где-то года в 4 может быть, я мыла посуду. А знаете как, никакого водопровода и близко не было, ничего такого, был дома колодец. Чем отличается колодец от бассейна? Ну, вдруг кто-то не знает, может быть и я там как-то неправильно знаю, у меня поправьте. Колодец, это роют яму, и там проходят грунтовые воды, и эти грунтовые воды наполняют эту яму, ну, грубо говоря, да, колодец. А бассейн, это вырыли яму, сделали ее такую, чтобы можно было туда залить воду, и оттуда потом берут и пользуются, то есть она не наполняется сама собой. Вот был у нас и бассейн, и колодец. И колодец был что-то в районе, мне кажется, говорила мама, этих метров 10, что ли, глубиной, а то и 13. И она горит, не она горит, я взяла чашку алюминиевую с водой, надо же пополоскать, я же помыла посуду. Там были ложки еще, знаете, какие, помните, на ручках ложек и вилок, вот здесь были такие рисунки, заяц, волк, как будто и, ну, погоди. Ну, часто раньше такие я видела, сейчас вообще редко где встретишь, но тоже иногда я где-то встречала у кого-то дома. Так вот, там целый был набор таких ложек вилок, и я их пошла пополоскать в колодцу. А в колодец набиралась вода, вот такой журавль. В общем, я его открыла, поставила на край колодца вот эту чашку с этими ложками вот здесь. Полезла за журавлем, потащить типа воды. Это да, это я была маленькая, действительно. Это не то, что я там сейчас придумываю. Это как я была мелкая, я наклонилась, чтобы достать. И вот эта чашка у меня перевернулась вся, практически там что-то 3 или 4 ложки с вилками осталось. Все упало в колодец. Я так рыдала, я боялась, что я получу звездюлей. В общем, когда я рассказала, куда делись все ложки и вилки, что я их туда уронила, мама взяла магнит, она надеялась, магнит привязала, что туда закинет магнит на веревке, что там что-то она поймать сможет, ничего она не поймала. Так они там и остались на всю жизнь, эти вилки и ложки. И сейчас, да, посудомойка, милое дело. А детям как облегчает жизнь? Конечно, я понимаю, что труд облагораживает человека, что нужно трудиться и все прочее. Но как я сейчас смотрю, вот у меня ребенок учится, он в школу идет, со школы приходит, у него вообще уже сил никаких нет. Он в 6 часов ложится спать. А там до 4 он в школе весь день наяривает. Эти экзамены, ну это ужас, что у них там, я бы не хотела вот в это время сейчас учиться бы в школе. И ему еще, представляете, например, нужно было бы домашнюю работу какую-то делать, как вот мы делали. Мы учились, и огород, и скотина, и посуда, и все на свете. Да, все это было. Мать работала, но мы всю домашнюю работу выполняли. Реально, ну не знаю там, что могло быть исключением из домашней работы, ничего. Особенно еще, когда подросли в возрасте Святослава до пиловсии, это была святая обязанность взять и выполнять работу. Вот, а сейчас я думаю, пусть ребенок хотя бы увидит детство, потому что как ему потом придется жить. В 20, в 30, в 40, или когда я помру лет, это неизвестно. Вот, чтобы у него было воспоминание такое, что у него было это детство, а не пасил он как лошадь по дороге. Конечно, сейчас как будто бы ностальгируешь, но я ностальгирую не по работе, знаете, не потому что я там пахала, а как проклятая. Так оно и было, а потом уже в деревне иначе не бывает. А ностальгируешь по времени, по тому времени, которое начало жизни, да? А не то, что там, ой, мне бы туда поехать и снова пахивать. Не об этом я мечтаю. Если я и буду жить в деревне, вот у меня муж вообще говорит, котошка это в магазине есть, можно купить. Если вдруг я буду жить в деревне, то я, конечно, буду держать какой-то огородик для себя, каких-то курочек, уточек там, чтобы яички не слить, чтобы на праздничный стол уточку грохнуть. А так, чтобы убиваться, там, вот прямо, знаете, держать хозяйство бешеное, там, все, этого я делать не буду и не хочу. Так, все или не все? Что еще у меня здесь? Кружка еще какая-то? Я теперь сюда окна не дошла. Это я еще тут на полпути. А вы знаете, что сейчас я обнаружила? С вами разговариваю, а сама открыла прям сильно посудомойку и вижу, что у меня там, около двери на посудомойке, как бы с той стороны, даже не знаю, как показать, вот с этой стороны, такой слой грязи, что даже, видимо, когда мыло, видите, даже когда мыло со средством специальным, видать, оно там такое недоступное, труднодоступное место, и оно не домылось. А сейчас я увидела, смотрю это, и это же просто атас, ужас, ходячий. Я думаю, вообще никак сейчас не поставишь. Ладно, друзья мои, с посудой разобрались, раковину давайте сполоснем. Вечно боюсь об эту штуку головой удариться. Я помню, мелкая была, и у нас вешалась такая полка, тоже для посуды над раковиной, и туда складывалась именно полка, не как вот сейчас шкафчики, а помните полки раньше были? Тарелки туда, все, а на верхний этаж были кружки. И вот я была мелкая, не доставалась, не дотягивалась, подпрыгнула схватить там какую-то кружку, еще что-то, а за лоб у меня не схватилась в руку, а зацепилась кусочком, пальцем зацепила, и она мне как долбанет полку. И я рукой вот так вот беру за шишку, за этот залог, а у меня вот так прям под руками вот так, такая шишмака, донышком кружки, прям углом кружки, по обу как треснет. Самое нелюбимое это вытряхивать грязь из раковины, вообще я прямо не довижу, надо вот этот измельчитель поставить, знаете, запихивать туда все подряд, пусть он сам там измельчается.